ага доброе утро всем ребятки посмотрите на меня я цвета халата вы заметили да лицо вот здесь и руки короче как халат но ничего страшного ничего не печет у нас есть специальные мазюки мы мажемся видя начал облазить короче шкуру меняет он рыбка чешуйки отлетают ребят ну я уже два дня как готовлюсь сварить борщ один раз мы приехали уставшие другой раз наверное тоже ну короче вчера вечером я уже поставила бульон он томился 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 у меня там варились два свиных таких вот но мы часто покупаем сейчас вытащу покажу сейчас закипает как раз бульончик разогреется то такие жировые пятачки сверху плавают короче варим борщ на улице сегодня у нас плюс 11 но в тени на улице где-то может пятнадцать семнадцать есть но при этом такой прям свежий свежий ветерок видя а направление ветра какое у нас ты смотри окошко сильно не открывать и засвечивает так варим борщик ребята пивничный добрый день всем дома я увидел 1 завтра будет генеральный он говорит не даром и диле они делятся ничего не делать да мы завтра дыхаем заслужили чисто сегодня 5 5 цветы политы сейчас витя спасибо ему огромное ну опять-таки есть у нас работа у нас вся общая но в чем не ведь я помогает у меня там проблемы с ногами немного пылесос это такое дело ведь отчет на каждый уголок каждый там пылиночку молодец спасибо не ну хвалю потому что я же пробуду да и то есть линочку вчера хотим на дыбу дыбу ну я колись покажу вам на мене наш обещал мне дыба на огороде хватает именно растяжку хочу не сделать такую-то ну короче свои замороли у меня такие растяжки да я все я на собе покажу а потом лену буду типа цеплят до турника чтобы она и силы ушли он заснул вчера до силы выплыв знаете приехал я позавчора заварил себе чаю там короче шо ж там входит бо и мне давалось казалось бы бояришник шиповника трохи потом рябина потом черно плотно че как я бина не 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 трасно обыкновенная рябина она дуже травы есть у меня какие збир трав с карпа закарпат туда потрохи 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 и еще что там а пичоночный сбор так чуть-чуть кинуть дай буду там десь пригодиться организм там розбереться чему надо и вы знаете там же чай ну не было мы привыкли кофе чай там сон при проходе там черно а цель я не не заснуть дыруся две пятерки уже появились на часы шо пятий месяц пяти число 0 0 по 0 дыруся и чувствую что не мог заснуть десь до часу там дивился телевизор потом айчо шоки дает чай ужас ребята но опять все мы люди мочегонная настолько даже видишь что ты нарубил нельзя работы только-только вроде это и он тоже самое ой вот так я две чашки я там при этом ядом при это самая хорошими ядом и манер на ростерска ракаха хорошего дня вам не буду мешать на даче у нас дома я соскучилась за кухней да я Пять дней тут вообще не было. Захожу, Боже, моя кухня. Белесенько, гарнесенько, цветочки все цветут, все так хорошо от себя чувствуют, потому что Витя палил. Я не бываю. Домой пришли, контрастный душ, бум, пока Витя из душа, я уже хум, меня нет, скажем, меня не кантовать. Да, мы сейчас, как вы знаете, в армии, молодого бойца, я помню, это первая неделя, турники, беги, противогазы, ну короче, что первый месяц ты так цей, ну, мы, хлопцы, я села, хлопец, как бы сказать, мы бегали там каждый день, короче, для нас, а у русских ребята, они гей, ну такие диване, знаете, они бедные. Скоро у нас у них такая, да, Витя, скоро, еще чуть-чуть, перебиваю. И они такие бедные, такие все, понимаете, а мы сейчас, я вспомнил это время, что я тоже, ну считай, что я уже встал городским, уже там диванный, полудиванный, хотя мы там форму держим, там занимаемся, туда-сюда, ой, сейчас в меня уже входит организм форма, первые дни так трошки. Так и огород. Вот, вся была, как Лена, крепатура, закрепаченные эти, да, мысли, да. А в Леночке, ну, как женщина, она жжет. У каждого есть проблемы со спиной. Да. У меня меньше или больше, у кого-то больше или меньше и так далее. То есть лучше бы я не ходила на это МРТ, честное слово. Пока не знаешь болячку? Не, надо знать, надо знать эту. Ну, это, ну, это. Она много мне прислушивается. Вот спасибо, кто-то подсказал пояс. За сколько я два года, это же ей свалю потихоньку так, потому что она, она очень, ну, и вот она здесь 13-летняя девочка. Да, да. Ну, я тоже упишу, я так, у меня голос громкий, а что была телевизор работая. Ой, я там что-то скажу, там, ну, так же, Леночка, ну, так-то-то-то. Видите, не кричи на жену, никогда не кричи на жену, ну, так-то. Никогда, это залог. На меня хоть кричи хоть злобно и меня как-то, ну, так я, меня это потешает. О, Лена. Видите, мы как соскучились, да, не можем друг друга переслушать и перебить. Юля. Я же скажу, вот человечество, когда, ну, как говорят, это разные версии, сейчас тоже Дарвин, на школу ходили, Дарвин был тогда, как бы сказать, его эпотезу взяли, там, ну, что, Зобезьян, что ходили. Люди ходили, и зверь ходят в четырех клапах, позвоночник там прекрасно себя чувствует, а когда людина встала, то все проблемы не шли же, да, именно. Но руки освободились, понимаете, люди... Витя, хоть миленько, котле, мама, Лена, хоть миленько. Да ты не знаешь, Витя, да. И за это надо платить, за те, что ходишь ногами виртикально, но руки-то свободные. Вот все, зверя в нем лапают, для произвижения надо ли, не может там. А мы еще... За все надо платить, да. Все, варим борщик. Да, все. Я говорю, мы настолько много с Витей говорим, мы настолько шумные. Я представляю, наверное, у Юли, вот она вчера сидела что-то там в мобилке, а Витя все это время говорит. А она, наверное, сидит и думает, думает, боже, как я встала, хочу с покою, но уже поздно. Поздно. Не, ребят, я это не буду шумен. А я Юлию говорю, Юля, давай ты там принесу. А она же делает, как она? Она может слушать видео, а делать свои дела. Я тоже, он мне говорит, а я себе свое делаю. Я говорю, я с кем говорю, до кого я балахаю? Меня никто не слушает. Все слушают, просто тебя ж не перебьешь. Это меня перебить можно, а тебя нет. Я ты это веду. Ой, видишь, я шучу, но видишь, лучшая защита на падение. Там Сибулька. Я его иду. Нет, нет. Все. Все, это мое. Иди, иди, иди. Давай, вооружение хорошего. Ну, ребят, о чем я хотела вам рассказать. Значит, сегодня мы едем на дачу с утра. А вообще много хочу рассказать. Я же с утра. С утра, видишь, ну все. С обеда. Утро сейчас у нас. В чем дело? Где моя лопатка? Так, ты меня компрометируй. Ну, уходи. Значит, мы с утра сбегали. Даже я сегодня не завтракавший. Побежали на рынок. Кажут, Витя, Лен, я тебя не узнаю. Ярношу, вон начался, надо летать, порхать и покупать. Мы покупали рассаду. Она сегодня, в полдесятого, кофе попила. Такого не было в жизни никогда. Воно бедное. Побегали, рассады. Там это бегло. Я брата встретил, а брату 60, двородный брат. Я помню, когда он родился. Ты мне мешаешь, я тебя спину не трогай мне. Я же не могу рассредить. Когда он родился, сегодня мы с ним встретились и говорим, братуха, прошло 60 лет, когда моя мама мне сказала, у тюкера ее мамы родился хлопчик, Сережа. А мне было тогда все четыре, и с февраля все так, четыре с чем-то. Да уже мужича ранее. Четыре с чем-то. Да, я все очень помню, и прошло, вроде, так, ну недавно, вроде, было вот так вот. Да? Все на все 60 лет, знаете. Пролетели, да? Я же, смотрю, 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 60 лет. Боже. Вот так. Так что, дуже, життя, дуже быстротечное, быстро, ось окажут, я так, психологии, так и всякие эти, запоминаются мне. Вот, дитина от года до пяти целая вечность, ребенок роста, он развивается, он так долго, ну, вечность. А с пяти, там, до 95, там, ну, их туда, так, один миг, получается. Вот мне недавно школу закончили, парню я служил, женився, дитки там, все, и, бачите, так, 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 плине быстро, что надо берегти каждый день, берегти друг друга, ось, ну, мы сделаем так, брань, така перепалочка, знаете, людина не может быть вот так вот, что монотонно, так вот, это как у погоди, погода, ось, природа, ось, не бывает и затишки и благодати. Это семья, это международная природа, ось, и бывает где-то накопится, что-то надо высказаться, там, где выкинуть его, там, ой, а на кого же мы, я только сказал, я говорил, в Воронине, или в семья, каже, а родные люди должны для того, чтобы на них всякие гадости казать, а то скажешь на кого-то, ось, и по морде получишь, понимаете, так? Дай мне муку, давай, все, давай, нет, там мука не стоит, Витя, 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 вот так вот, там же была мука. Ребят, я говорю больше, все, Витя, такой у него монолог, молодец, умничка, в поддержку канала, вот так, вот так, канал-то общий, правильно? Спасибо за эмоции, спасибо за позитив, улыбаются, по-моему, сейчас все, особенно, когда Витя красиво говорит на украинской мове, я не могу так, дуже гарно баловаться, да, я не знаю, украинцы, у нас мова, давай, уже не шумим, я хочу, чтобы борщик был такой густенький, ну, как всегда, вы же помните, да, я всегда добавляю хорошую ложечку муки в зажарку, ну, понятно, без горки, просто ложку муки, вот, и в этой муке лучок сейчас пережарится, станет и мука такой коричневатой, и лучок приобретет такую, знаете, ну, короче, насыщенность, а бульон пока закипает, сейчас я буду заниматься картофелем, а то говорим-говорим-говорим, а борщец-то надо варить, вот, и сходили мы на рынок, цены, ребята, на рассаду очень-очень разные, зашла сюда в середину рынка, ну, тут, наверное, такие какие-то более элитные, может быть, они, у них свои теплицы, или какие-то они агрономы, я не знаю, что за цены, вот, короче, у него мужчина и женщина продают, значит, я думаю, что же за цена, 16 написано, он говорит, 16 одна, то есть один росток помидора 16, но он в контейнере, какой-то там усиленный, удобренный, где-то вот такого размера, сантиметров, может, 15, вот, но какие-то элитные сорта, 1,16 гривен, думаю, да нет, не потянем даже-даже, дальше, а рассыпью по 25, то есть 25 десяток получается, рассыпью 25 десяток, как так, не знаю, такой разбег цен, вот, понятно, это не для нас, я постояла, послушала, посмотрела, как люди берут, не берут, пошла дальше, у второй женщины тоже 25, но, скажем, сортов 8-9, небольшое разнообразие, то есть, ну, маленький товарный вид, вот, а потом, значит, мы пошли на дорожку, там, где стоят уже люди всякие разные, и, в принципе, мы всегда там и брали, так, как мы посадили, нам наши друзья презентовали большим количеством помидорочек, ну, там, видимо, разные, там и гигант, смотрю, и всякие разные, и желтый где-то там попадется, но мы сегодня ходили, в принципе, за розовым помидором и за желтым, вот, нам нужно кушать желтые и розовые помидоры, меньше красного, ну, понятное дело, у каждого свои заморочки, вот, и поэтому я купила еще желтый помидор, еще розовый помидор, купила черри и розовый стаканчик какой-то, не знаю, то есть, 4 вида помидор мы взяли, вот, и скупились хорошо, по 20 гривен, вот, о чем я хотела и сказать, по 20 гривен мы нашли все-таки помидоры, 10 гривен, да, отправляю я к луку сейчас, свеклу, он уже такой прям коричневенький, хороший, свеколка сейчас чуть-чуть под, 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 чуть-чуть она даст свой сок, и я туда добавлю паломничек этого, бульона, чтобы свеколка прокипела, потому что морковь чуть-чуть нежнее, чем свекла, вот, и морковки, в принципе, она доготовится в борще уже, а свеколке нужно чуть-чуть протушиться, именно с луком, вот, и такая она будет чуть-чуть прозрачненькая, очень такая красивая на цвет, сейчас добавляю бульончик, и у меня готовится зажарка, а бульон закипает, то есть свекла, мука и лук, и два половиночка бульона, сейчас это прокипит минут 5-7, добавлю туда морковь, томат, и зажарка готова, все, а пока занимаемся морковочкой, тоже такой же тоненькой соломочкой режу, так, по поводу дачи, ребят, вчерашняя, значит, просьба, ну, я не отвечала, думаю, сегодня уже скажу, вчерашняя, там, я смотрю, были переписка между подписчиками Юлиными и моими по поводу Юлиной беседки, ребят, Юля хозяйка на своей даче, я туда не влазю в лишние, не касающиеся меня вещи, то есть шкафы, холодильники, какие-то там ее уголки, заморочки, это ее дача. В моей квартире, может быть, кому-то из вас или из людей, которые ко мне приходят в дом, может быть, тоже что-то не нравится, но у каждой хозяйки свой стиль, свои желания, свои мысли, мечты и так далее, то есть я не имею права присягать ни на какие замечания, это моя дочь, но у нее своя жизнь, свои планы, интересы и возможности, поэтому, как человек считает жить, так он и живет, поэтому я никуда дальше шага, дальше носа своего не лезу. Дети вышли из-под нашего контроля, самостоятельные мамки, жены, мужья и так далее, то есть, ну, это мой лозунг по жизни, что ребенка я воспитала, как могла, как знала, как умела, с любовью, с приучением к женским делам, к порядку, к чистоте, все. Дальше она замужем, это моя дочь, моя кровь, но жена чужая и жизнь тоже чужая. Это наше светильное мнение. Ну, у них другая, другая жизнь. Ну, мы туда ни шагу ногой и указывать никому не собираемся. А то, что вы там спорите за экраном, у кого какие тряпки, как вы называете, ну, наше мнение, что это далеко не тряпки, это гобелены, плотные, хорошие, ну, я считаю, это ихнее дело. Во-первых, больные спины у обоих, во-вторых, уют, тенек, это чисто семейное. Так что эту тему вообще не муссирую и не собираюсь. И давайте впредь. Все вопросы, которые вы хотите задать Юле, задавайте им на канал. Я в переборке телефонной не вступаю. Вот. Потом ответы, ответы на вопросы. Видите, надо все записывать, как это Юля делает. Хотела на что-то ответить. А, помидорки подкормите шелухой яичной. Ребятки, я, по-моему, в первом видео показывала вам пакеты скорлупы яичной, которые мы собирали, я даже не знаю, сколько месяцев. Это было все замульчировано в землю, закидано, заброшено, мелко-мелко вытерто на такую, ну, почти на пыль. Так что там яичной скорлупы предостаточно. Помидорам там живется очень хорошо. Но спасибо за совет. Всегда услышу, всегда возьму на заметку. Это правда. Потому что во все века никто из хозяек не выкидывал скорлупу от яиц, а все возили на дачу. Помню, помню, это было. Мне еще даже интересно было. Думаю, что это у людей такие белые огороды. Оказывается, это скорлупа яичная. Так, я вытаскиваю косточки, которые варились в бульоне. Сейчас вам покажу, что это за косточки. Кто их покупает, тот меня понимает. Мы любим с Витей, как и Юля, как и Женя, погрызть косточки. В данный момент косточки, это у нас, ребята, свиные хвосты, не обобранные особо мясо. Тут есть на них мясо такое, знаете. По чем мы их берем? По 35, по 45 за килограмм. В общем, два хвостика на бульон мы... Я вся в дыму и в пару. По 45. Наверное, по 45. Так что мы варим бульончик на вот этих хвостиках. И он такой в меру жирный, но на вар мясной хорошо чувствуется. Так, картофель у меня пошел. Там лавровый листик еще не варился. Я сейчас брошу лавровый листик в бульон вместе с картофелем. Так мне не с руки этот лавровый лист тут выбирать. Хотя и удобно, что он рядом стоит, но руки короткие. Вот так. Все, промываем лавровый листик. И закипает дальше наш бульончик. Пока выключу, немного пристала моя зажарка с вами, заболталась. Морковочку туда отправляю. И томат у меня, как всегда, мой томат. Перетертые квашеные помидорки в баночке. Тут, по-моему, даже есть немного и лечу. То есть вот такая заправочка к борщу у нас уже готова. Сейчас делаю зажарку и показываем вам уже готовый-готовый борщ. Ребятки, это снова я. Пока борщик, ну как, он не то что настаивается, еще включено на таком, знаете, как подогреве. Ему надо чуть-чуть потомиться. Вот. Ну вот так вот я сижу, а у нас все сообща, ребята. Я Витю не заставляю это делать. Он видит, что я сделала то, он делает что-то другое. Он попылесосил с утра, сейчас натирает полы с нашим моющим. Звуки такие, слышите? В общем, моющее очень хорошее. Ну, в принципе, покажу. Я так думаю, что покажу, если не забуду. Степа обнюхивает чистые полы, любит чистый пол. И это средство, оно создает такую глянцевость, хороший аромат. И, ну, полы аж блестят. Хороший линолеум их. А, давай, мой сонечка. Бачьте, вино меня почув. И вот так и несет мне это средство. Вот такое средство. Я его, по-моему, показывала, но кто не знает, я вам советую. Оно не из дорогих, что-то там до 100 гривен, ребят. До 100 гривен. Но здесь литр. То ли 83, то ли 73. Вот. Но у нас есть магазин. Как он называется, Витя, наш этот магазин? Аурора. Нет, нет, магазин, который вот здесь возле панорамы. Так, Глинфлор, Флор, Глинфлор называется. Клин, Глейнфлор, наверное, Глейнфлор. Ну, сеть магазинов Шик. Шик, сеть магазинов Шик. Вот там я его приобрела, хороший. Ну, тут даже и нарисована шваберка, и написано 33, 33... Миллиграмного ведро? Нет, 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 Витечка. О, Боже. 330 грамм. 33 помощника. Ага. 33 помечника. Оно так вместе буковки посажено, я не увидела, не увидела их, что там за слово. В общем, я вам хотела что рассказать по поводу дачи. Вы знаете, ну, да, мы там устаем, да, мы знали заранее, что это будет, ну, скажем, нам уже после 20 далеко, вот, уже не то состояние организма, не те мышцы, не те суставы, но, в принципе, оно нас стимулирует на то, чтобы, ну, мы, зима-то прошла, весна такая была очень долго, затяжная, не было тепла, вот, а сейчас солнышко начинает пригрывать. И оно здорово, что есть куда, значит, поехать, пока на дальняк не особо поедешь, да, на мотоцикле, хотя очень хочется. Но наступят чуть-чуть лучше времена, и все равно будем умудряться куда-то ездить, вот. А это как отдушина, во-первых. Во-вторых, физическая зарядочка, кто-то там даже написал похудеть. Ребят, я к этому не стремлюсь, мне вольготно, нормально. Ну, да, пару-тройку можно было бы скинуть, но я сильно не упираюсь на это, вот. И разрядка такая энергетическая, физическая, ну, плюс общение, где-то маленькая, какая-то минимальная, но какая-то помощь. Юля отбрыкивается от всего. Ну, у Юли такая позиция в жизни, она в жизни, как паровоз, сама по жизни прет. Закаленная очень-очень рано из родительского дома ушла и на свои хлеба, скажем так, села как могла. И у нее все получается, дай бог ей, получается, дай бог ей здоровечка, дай бог ей сил и терпения. Дети золотые, Юля труженица, до сумасшествия труженица, ее нельзя остановить. Ну, я в молодости такой же была, сейчас чуть-чуть, наверное, не так уже, потому что, ну, немного ноги подводят, но я не жалуюсь. Степашка уже, ребята, привык, что мы каждое утро уходим, он на нас уже с грустью смотрит. Вот, ну, ничего, утром мы уходим, вечером у нас так приятно, когда тебя он встречает, ластится, гладится, мы ему травки приносим. Ну, короче, все нормально, доволен жизнью, сыт и нос в табаке. Значит, а Юлина, Ласа и жук тоже встречают нас, мяукают, ну, лакомства маленькие им приносим. Насчет жука, кости, ребята, он, во-первых, ее никогда не разгрызал, он съедает вот эти вот маслы, которые по концам косточки, они такие там хрящевые, он их выгрыз, и косточка валяется совершенно целая, он трубчатую кость никогда и не собирался грызть. Вот, потом, что еще хотела сказать, за баганки у нас дуже велики, то есть по поводу того посадить, того посадить, того посадить, земли немало, слава богу, хватает, и мы вот там он кусочек, где мы протравил Витя эту осот, на этом участке посадим бахчу, бахчовые дыньки, арбузы, вот такое, потому что эти арбузы уже посадили. А теперь осталось еще бахча, кукурузка, но сегодня я вам буду все на огороде показывать, что мы приобрели, какая рассадка, какие семена и так далее. То есть по максимуму заполнить эту всю землю, чтобы сорняк не прорастал, а скажем так, когда овощевые культуры растут, мы их постоянно обрабатываем, меньше сорняка, меньше загрязняется земля, и то есть, ну, не дает какие-то семена, не разбрасывает дальше и так далее. Ну, как любой агроном и любитель огорода, вы меня понимаете, что надо по максимуму засадить все, а много или мало, это у каждого свое много и у каждого свое мало. Я думаю, нам лишнее ничего не будет, поскольку нас много, у нас детей много, и закрыть надо консервации много, и, по крайней мере, все свое. Мы знаем, что там оно не протравлено, не затравлено, и все вкусненько, и все с огородика. Так что желание огромное работать есть, силы как силы, это такое, сегодня нету, завтра будут, а потом еще будут, и еще будут. Главное, шевелиться, не унывать, и подспорье у нас, что мужские руки, которые рядом, Юлина улыбка, моя энергетика. И вот так вот мы все подужаем, все подужаем, Леночка будет к нам приезжать, вот, там, может, когда-то и Женя заглянет на огонек там, ну, в общем, как получится. В принципе, вот такие планы, ребят, на сегодня, остальное все будет на даче. Ждите, с нами не скучно, улыбайтесь, главное, улыбайтесь, не унывайте. И огромное, огромнейшее, преогромнейшее вам, всем, за добрые слова, за поддержку, за понимание. Нам очень, видите, приятно читать комментарии и, ну, душу вашу чувствовать, что вы рядом, что вы, как говорится, вошли в нашу жизнь. И то, что вот у нас, то и у вас, то есть когда-то посмеяться, когда-то не понять, что я там снимаю, когда-то сделать упрек. Ну, это жизнь, это общение, это все нормально, никаких обид, никаких, а и не должно быть, потому что я вас знаю только через экран, только ваши буковки читаю, в лицо я вас не знаю, ну, где-то, может, там, до 20 человек так, в принципе, знаю, а так все хорошо. Ребятки, огромное спасибо за комментарии, огромное спасибо за лайки, за подписочку, сумасшедшее спасибо, все, всегда с вами Витя, Лена и Степан. Я сегодня попытаюсь Степку поймать в ракурс, хотя, может быть, он так сейчас красиво лег, сейчас попробую завпечатлить его. Соскучились, небось, за Степкой? Я тоже за ним соскучилась. Вот она, Степа лежит на чистеньком, на полу, Витя только-только подраил, помыл и Степа улегся. Степаша, Степ, Степ, ты чего такой обиженный, мальчик, ты чего такой обиженный у меня? А, я еще не ухожу, туда попозже, время 12, где-то после трех будем собираться. Кс-кс, мальчики, нет, отвернулся, все, видите, как он сливается с цветом ковра, вообще обалденно, ну надо же. Но мы, когда его подбирали, я примерно понимала, что они будут схожи со Степой, этот ковер, как будто бы продолжение ковра. Степа, что ты ушки придавил? Эй! Эй! Так что Степа не грустит, все у нас хорошо. Ребятки, ну все, я приготовила борщик. Он настоялся, ароматный, по всей квартире аромат, а сирень еще больше аромат. Степа с нами тоже обедает, ребят. Все, как всегда, семья в сборе. Ведь уж цвет борща, да? Майский натюрморт, это майский, всегда же в мою сирене цветется, так и месяц для меня травы, это, ну, дуже оживаешь. Ну, короче, все живое, оживое, взбадривается. И мы тоже. А мы живи! Я за все, скажу, за все живое, да. И хочу такие прикметы, народники Пара. Такое юморное, полушуточка. Да, да. Ой, накрыла небо хмара, мабуть, будет дощ. Зарезала матепильня, мабуть, будет дощ. Пошла Лена в мясный корпус, тоже будет борщ. Так что дальше еще не придумал, ну, у нас обед. Прекрасный борщ, прекрасный аппетит. Бажаю всем тоже гарного аппетита, здоровья. Ешьте борщ, будьте здоровьи. И чесночок. Молоденький. Молоденький, да. Хлебушек серенький. Витамины бігають. Ой, скачут, скачут, вообще. Скачут. Я всегда детям говорила, ой, витамины скачут. Всегда они присматривались. Где? Я говорю, везде. А судорога? А за судорогу скази. Судорога, да, это отдельный разговор. Пришла к нам мама в гости, мамочка моя покойная. Часто приходила к нам в гости. Мы еще жили с детьми. Детки маленькие. Ну, Юля где-то, наверное, класс второй, третий. И маму, как всегда, как бывает в таком возрасте, судорога. И мама, ой, ой, сидит за столом. Ой, ой, схватила судорога. А Юля раз под стол нырнула. Думаю, что она там? Я говорю, доча, что ты там делаешь? Так мама, хоть посмотрите, какая она та судорога. Куда она убежала? Раз бабушку поймала судорога. Где же она есть? Она тоже в детстве была судорога. Ну, это когда организм растет, Витя. Просто плавали у нас по речке адатри, видры. И оно такое, знаете, это у меня ассоциация. Судорога, адатра, видра. Это в воде. И в воде, а в воде же лякали, что холодная вода. И может судорог ввати. А воно же у детей думает, ага, как плавает, может хватит. Да и хватит. Но Юля не нашла ее. Вот такой бочек славный. Ароматный. Ой, горчичка у нас уже. Сало не нарезали, потому что там еще хвостики. А нас уже у нас косточки погрязем. А мечи сюда, Лена. Не, 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 не надо, Летешечка, не надо. Все, Сонечку, всем приятного аппетита. Всем, кто кушает приятного аппетита. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Кушайте полезную, нужную нам пищу. Пищу, пищу. Пищу. Ребят, принесла стирку с балкона, положила туда два полотенечка на стол. И Степочка так красиво прилег. Я говорю, сфинкс ты мой. Сфинкс. Да? Теп. Ты тоже подобедал? Дремаешь? Ну, дремай.